Оскар Писториус лжет и должен сидеть в тюрьме. В этом уверены прокуроры на процессе по делу об убийстве подруги бегуна-паралимпийца. В Южноафриканской притории завершилась уже третья неделя судебного марафона, на финише которого известному на весь мир спортсмену грозит 25-летний тюремный срок. Дмитрий Хухлаев об отчаянных попытках Писториуса убедить суд в своей невиновности. Третья неделя суда над бегуном-паралимпийцем Оскаром Писториусом завершилась в Южноафриканской притории перекрестным допросом подозреваемого. Телезрители уже давно видят его лишь тогда, когда он входит и выходит из здания суда. В зале заседаний Писториуса, обвиняемого в убийстве своей подруги, модели Ривы Стинкамп, телекамеры не показывают. После того, как его несколько раз стошнило и забило в истерике, люди по всему миру, следящие за процессом, могут слышать лишь его голос. Прокурор, допрашивавший Писториуса на этой неделе, не раз ловил его, когда на отдельных несоответствиях, а когда и на откровенной лжи. Если все в тот день происходило, как вы говорите, то вы лжете. Перед тем, как вы продолжите, я хотела бы попросить, чтобы вы следили за своей речью. Вы не можете называть свидетеля лжецом, по крайней мере, пока он свидетельствует под присягой. Итак, в этот момент Рива находится от вас всего в трех метрах в ванной комнате, так? Я не знал этого вашей части. Я думал, она в спальне. Вы утверждаете, что кричали ей позвонить в полицию, а она молчала. Почему? Я не знаю, ваша честь. Вы говорите, что думали, что она рядом с вами в спальне. Звучат выстрелы, а она не проронила ни слова. Почему? Не знаю, ваша честь. Я отвечу за вас, потому что то, что вы говорите, неправда, мистер Писториус. В пятницу прокурор Герри Нил, которого коллеги за глаза называют питбулом, пытался выяснить у Писториуса все, даже самые мелкие детали, предшествовавшие убийству Ривы, выстрелами через матовое стекло двери в ванную комнату. Писториус пять раз подряд произнес «я не помню». Эксперты в области юриспруденции полагают, что защита Писториуса проиграла перекрестный допрос. Считаю, что гособвинение проделало замечательную работу. Многое из того, что удалось вытащить из обвиняемого прокурора Нилу, не соответствует его первоначальным показаниям. Он постоянно путался в деталях и оставил о себе не самое лучшее впечатление. Еще недавно Писториус, у которого ампутированы обе ноги, был кумиром миллионов. После сенсационного выступления в Лондоне он стал поистине всемирным символом победы человеческого духа над тяжелым недугом. Он был идеалом для всех мальчишек у нас во дворе, но он убил свою девушку и должен отправиться в тюрьму. Писториус, которого поклонники называли «блейдранер» или «бегун на лезвиях» за необычную форму его протезов, изначально говорил, что произошедшее в ночь после дня Святого Валентина 14 февраля прошлого года было трагической случайностью. Сегодня ему не верит практически никто. На выходе из суда лишь одна девушка подарила ему букет цветов, которые Оскар с благодарностью принял. Процесс продолжится в следующий понедельник и, как считают юристы, уже уверенно покатятся к обвинительному вердикту. Если суд признает Писториуса виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы.